Здравствуйте! Слава Господу за Его любовь и милость. На этой неделе я очень много раз помышлял о Украине. И я понял, что Украина – это благословенная страна, это благословенная земля. Когда-то я читал исход, и Моисей подошел к устанику, который горит, да? Горит. И когда он подошел туда, Бог говорит, Моисей, Моисей. И Моисей говорит, вот я, Бог говорит, сними овою, ибо земля, на которой ты стоишь, святая. И я долго думал, а что значит святая земля? Где там же прах, грязь? Овцы топтали вот эту землю и, может быть, даже навозы делали. Как Бог может называть эту землю грязную, лонючую, полную праха и грязи, святую. Потом я понял, что святая земля – это не то, не физическое состояние, святая земля – это там, где Бог Иисус. И я понял, что Отечество – это святая земля. Почему? Потому что здесь Бог есть. Здесь Бог присутствует. Украина для меня – это вторая родина. Или, вернее, это первая родина духовного рождения. И Бог призывает меня, я думаю, что Бог призывает меня в Абитнам. И часто, часто, ну, не меня неправильно понимали, что якобы я националист. Однако, просто потому что у меня есть особая, ну, такая, жалость к этому несчастному народу. На самом деле, в Абитнамцы намного бескультурные, очень бескультурные народы, чем в Украине, в Украине. И про Абитнамцы рассказывают, там, ну, легенды, да, вы знаете, это, например, жарные сибирки. И вот такой, или, там, во время Советского Союза таскали, там, алюминию, вот эти, все, что добро СССР мы увозили в Абитнам. Мне, мне то, что этот народ хороший, или просто жалко, очень жалко, это, видимо, поэтому Богу положил такую особую любовь в Абитнам. Но, в СССР, если Бог призывает меня в Абитнам, все равно, я, Украина, это родина моего духовного рождения. И Украина, это благословенная страна, потому что я здесь встретил Бога. или, вернее, Бог меня здесь встретил и Бог меня здесь родил, разметил. Аминь. Я люблю, и это не просто слова, потому что если за тот факт, что я отдал всю мою молодость этой стране, этому народу, то я уже показывал себе притсенскую награду, а не только мне, в вашем белом сниженного государства, потому что они имеют такие же силы и силы, которые думают о себе жили. Мы иностранцы, мы благодарны Богу за Украину, граждане тоже должны наоборот благодарить Бога за иностранным действием. Аминь. Аминь. И я благодарю Бога за то, что Бог дал мне милость и такую огромную привиленную служить Богу именно в этом городе и в связи с вами. И на этой неделе я слушал очень радостную новость. Оказывается, у пастора Моисея Маши будет дочка. Аминь. 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 Она даже настолько была уверена, что это мать, поэтому Узира я не смотрел. Но у него была вера, что все равно Бог, что Бог дает это самое лучшее. Но все-таки Бог дал самое лучшее. Аминь. Слава Богу. Аминь. А Бог знает даже вручающую трудность нашей души. Бог учитывает даже малейшие наши желания. Потому что Он столько любит нас. Мы думаем, что мы страдаем, мы успокоимся. Но все равно есть Тот, Который печется о нас больше, чем даже мы. Аминь. И пастыри тоже переживают за армянцев. Вот как спасти Его, этого армянца, как помочь Ему. Но на самом деле, честно говоря, у меня тоже было такое состояние. Но есть Тот, Который переживает больше меня. Есть Тот, Который больше заботится о том, чтобы он был спасен, этот армянец был спасен, чем я. Есть Тот, Который более заинтересован в том, чтобы одесситы и одесские студенты получили спасение, чем я. Аминь. Аминь. И Тот просто использует меня по своей милости и по возможности. Аминь. Аминь. И даже если я не буду ничего делать, все равно Он будет спасать. Аминь. 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 Благодарю Богу за то, что мы уже узнали о страхе. И слава Богу, что Бог дал нам слово, и через это Бог освободил нас от власти страха. Аминь. Сегодня я молюсь, чтобы Бог освободил нас также от власти беспокойства. В принципе, страх и беспокойство, они очень похожи, очень похожи. Но чуть-чуть есть различия, оттенны. И мы сегодня об этом говорим, чтобы уничтожить вообще из нашей жизни власть, страха и беспокойства. Аминь. У нас есть такое желание и сердце. Аминь. Молимся, что Бог освободил всех нас от этого. В Библии много людей говорят, что страх и беспокойство – это черный бес. Есть разные бесы, но это черный бес. То есть беспокойство имеет очень черный глаз, который разрушает жизни людей на этот день. Сегодня мы распознаем его лицо. Иисус говорит нам – не забойтесь. Это слово, как и слово «не бойся». «И мы повелительное накренение». То есть это повеление от самого Господа, Бога нашего. Не заботясь, не заботясь. Это говорит нам, что Бог хочет, и его воля в том, чтобы люди на этой земле, и особенно дети его, не беспокоитесь. Не допустили страх и беспокойство во своем сердце. Аминь. Это и Божья воля. И мы видим, что Бог ненавидит беспокойства. И Бог не хочет, чтобы его дети не беспокоились. Тогда такой вопрос. Почему Бог хочет, чтобы люди не беспокоились? К каким последствиям может привести беспокойство? Беспокойство, как и страх, парализует мозги, разум, ум, волю человека. И беспокойство насаждает в наш разум, в наш ум темные и отрицательные мысли и очень отрицательные поправления. Когда человек беспокоится, он воспринимает реальность вообще в очень черной окраске, в отрицательной окраске. И в его голове уже начинается черная фантазия. И человек начинает привести эмоции тоже в отрицательном фоне. Поэтому врачи, во всем мире, врачи изнагласны в том, что примерно 80% болезни имеют расхождение от беспокойства. Доктор Алексис Карри, французский хирург, знаменитый ученый, лауреат на Бетербургской премии по Миссисинне. Он жил в США, работал в Нью-Йорке, в Пасторе, перед смертью. И он рассказывал такую историю. Однажды вечером сосед позвонил в мою дверь и стал уговаривать, чтобы я и моя семья сделали прививки от Оспы. Оспы, да? Оспы. Вы знаете, что такое Оспа, да? Он был одним из тысяч добровольцев, которые звонили в двери многих нью-йоркских квартир. Испуганные люди часами стояли в очередях, в ожидании прививок. Прививочные пункты были открыты не только во всех больницах, полицейских участках и на крупных промышленных предприятиях. Более двух тысяч врачей и медицинских сестер лихорадочно трудились днем и ночью, делая прививки толпом людей. В чем причина такого волнения? Восемь человек в Нью-Йорке заболели в Оспы и двое из них умерли. Две смерти из восьми миллионов населения. Надо сказать, что я уже 37 лет живу в Нью-Йорке, и ни разу никто не позвонил мне в дверь, чтобы спасти меня от болезни, называемой беспокойством. Которая в течение последних 37 лет нанесла в 10 тысяч раз больше ущерб, чем Оспа. Никто из добровольцев не позвонил в дверь и не предупредил меня о том, что один из каждых десяти человек, живущих сейчас в США, болеет расстройством нервной системы. Вызванным в большинстве случаев беспокойством и эмоциональными статистиками. Доктор Губер сказал, что 70% всех пациентов, которые обращаются к врачам, могли бы вылечиться сами, если вы избавились от своих страхов и беспокойства. Не думайте, что я считаю, будто вы их заболевания являются воображаемыми. Их болезни также реальны и часто в сто раз более серьезны. И я думаю от этой болезни, когда расстройство пищеварения на нервной почве и язва желудка, заболевания сердца, бессонница, головной боли и некоторые виды паралича. Эти болезни реальны. Я знаю, о чем говорю. Ведь я сам страдал от язвы желудка в течение 12 лет. Страх вызывает беспокойство. Беспокойство здесь делает вас возбужденными и нервными и воздействует на нервы вашего желудка и действительно изменяет ваш желудочный сок, что часто ведет к язвам желудка. Доктор Джотер Монтэнгю, автор книги «Расстройство желудка на нервной почве» пишет. Язвы желудка возникают не от того, что вы едите. Язвы возникают от того, что седают в вас. Доктор Анварес из клиники Майор сказал, что язвы часто открываются и зарубсовываются в зависимости от взлета и падения кривой эмоционального стресса. Этот вывод был сделан на основе обследования 50 тысяч пациентов, которые поступили в клинику Майор с желудочными заболеваниями. У четырех из каждых пациентов не было 56 причин, вызывающих желудочные заболевания. Страх, беспокойство, ненависть, исключительный эгоизм и неспособность приспособиться к реальности были основными факторами, вызывающими желудочные заболевания и язвы желудка. Язвы желудка могут убить человека. Значит, эгоист, эгоизм является чаще всего причиной язвы желудка. Поэтому тот, кто имеет эгоизм, надо опасаться. Беспокойство может вызвать у вас ревматизм или артрит и насекомендовать вас к кресту в каталке. Доктор Рассел Сесил, профессор медицинского факультета Карненского университета, являлся всемирно известным специалистом по артриту. Он назвал четыре основных условия, способствующих развитию артрита. Первое. Увышение супружеской жизни. Второе. Финансовая катастрофа и какой-либо горе. Третье. Озиночество и беспокойство. Четвертое. Длительно задаемые обиды. Обиды и прощения могут быть причиной ревматизма. Разумеется, эти четыре альтернациональные ситуации далеко не единственны причиной артрита. Но это четыре наиболее распространенные причины, способствующие возникновению артрита. Беспокойство может даже вызвать коррес в год. Доктор Уильям Макгонитл сказал в своем выступлении на заседании Американской смотологической ассоциации, что неприятные эмоции, которые вызываются беспокойством, страхом, придирками, могут нарушить баланс кантия в организме и вызвать коррес. Он сообщил об одном пациенте, у которого были отличные зубы до тех пор, пока он не начал волноваться из-за внезапной болезни жены. В течение трех недель ее пребывания в больнице у него во рту появилось 9 кариозных простей. Это было вызвано в беспокойство. Еще это особенно для сестер. Мало кто может состоять, озлобить женщину и уничтожить ее красоту так быстро, как беспокойство. Беспокойство придает лицу мрачный вид. Оно заставляет снимать челюсти и покрывать лица морщинами. От беспокойства могут посидеть кожи, в некоторых случаях даже выпадает. От беспокойства портится кожа лица. На ней появляются различные виды цепы, дерматит и прыщики. Известная британская киноактриса Мэрн Бо Огерн, номинантка на премию «Оскар» в 1936 году, рассказала историю своей жизни. Когда я впервые пыталась пробиться в кино, я была встревожена и испугана. Я только что приехала из Индии и никого не знала в Лондоне, где я пыталась получить работу. Я побывала у них с кинфик-продюсеров, но ни один из них не предложил мне сниматься в кино. Небольшие деньги, которыми я располагала, постепенно истекали. В течение двух недель я пыталась только сухим печеньем и водой. Теперь я была не просто обеспокоена, я была голодна. Я сказала себе, может быть, ты дура, может быть, ты никогда не пробьешься в кино. В конце концов, у тебя же нет опыта, ты никогда не выступала, не снималась. Единственное, чем ты можешь привлечь, это твоим хорошим привлечиком. Я подошла, ходя в голову, она сказала, и когда я посмотрела на себя, то увидела, кто сделал беспокойство с моей внешностью. Это ужас. Я увидела морщины, которые образовались от беспокойства на моем лице. Я увидела обеспокоенное выражение лица. Тогда я сказала себе, ты должна немедленно это прекратить. Ты не можешь позволить себе волноваться. Единственное, что ты можешь предложить, это привлекательную внешность, но беспокойство уничтожит твою красоту. Болезнь сердца в настоящее время является убийцей номер один. И чаще, и больше людей скончаются от сердечного приступа. Мы часто слышим такие новости, правда? Уильям Джеймс сказал, Бог может простить наши грехи, но нервная система никакая. Нервная система небольшая. Перед нами предстает самый поразительный и невероятный факт. В Америке с каждым годом больше людей скончает жизнь самоубийством, чем умирать от пяти самых распространенных инфекционных заболеваний. Но что же причина? Ответ в большинстве случаев один – об беспокойство. Когда жестокие китайские военачальники подвергали футкам своих плендах, они связывали их по рукам и ногам и ставили мешок под водой, из которого непрерывно капало, 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 капало день и ночь. И эти капли воды, непрерывно падающие на голову, в конце концов стали казаться пленниками ударами морда. В результате люди сходили с ума. Такой же метод будто применялся в испанской инкведиции, а также в немецких концлагерах Греклера. Беспокойство напоминает непрерывно падающие капли воды, и его постоянное воздействие часто доводит людей до безумия и самоубийства. Доктор Алексей Скари написал, «Те, кто сохраняет учебное беспокойство в суете современного города, не восприличивают к нервным заболеваниям». Статистика заявила, что более половины больничников заняты людьми, страдающими нервными заболеваниями. Однако, когда после смерти этих людей их нервы рассматривают под мощным микроскопом, то оказывается, что в большинстве случаев они так же здоровы, как нервы Джека Демпси. Вы знаете, кто такой Джек Демпси, да? Наверное, пастор Иван знает. Джек Демпси. Джек Демпси – это легендарный боксер в начале 20 века. Чемпион мира – Джек Демпси. Он так же легендарный, как Мохаммед Али. В начале 20 века его продюсер на одном матче смог зарабатывать 2 миллиона долларов. В начале 20 века. Такой рекорд мог потом повторять только в 70-е годы Мохаммед Али. И нервы этих больных людей, которые болели нервными заболеваниями, просматривали под микроскопом – оказывается, что это здоровье нет. Следовательно, нервные заболевания этих людей были пусть больные не физическим нарушением нервной системы, а такими эмоциями, как безнадежность, беспокойство, страх, поражение, отчаяние, фрустрация. Платон сказал, что самая большая ошибка врачей состоит в том, что они пытаются лечить тело человека, а не пытаются вылечить его душу. Однако душа и тело представляют собой изильные силы, и их нельзя лечить по-русу. Медицинской науке потребовалось 20-23 столетия после Платона, чтобы осознать эту великую истину. Однако медицина не способна лечить душу. Медицина в основном ликвидировала такие инфекционные заболевания, как ОСПА, холера, желтая репарата и т.д., которые в свое время унесли мотивы миллионы людей. Но медицинская наука до сих пор не способна справиться с психическими и нервными расстройствами, вызванными не микробами. Что же вызывает психические заболевания? Никто не может дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Однако вполне возможно, что в подавляющем большинстве случаев страх и беспокойство способствуют этому. Поэтому тонкое слово Бога может вылечить душу человека и дает человеку полное исцеление. Аминь. Две тысячи лет назад Господь Иисус сказал, не заботясь, и так не заботясь о завтрашнем дне. Это рецепт для исцеления нашей души и нашего тела. Аминь. Поэтому давайте мы вместе учим Иисус еще раз этот стих 34-й и освоим этот урок, который Господь преподает нам сейчас. Аминь. Начнем? Итак, не заботясь о завтрашнем дне. Ибо завтра же не сам будет заботиться о Своем. Таково для каждого дня. Таково для каждого дня. Таково для каждого дня. Хватит беспокойства. Аминь. Не переживайте. Не беспокойтесь и не заботитесь. Аминь. Вторая час. Полгода. Как избавиться от беспокойства? Уже есть у вас такой вопрос? После перечисления стольких причин и заболеваний. По вопросам одного всемирно известного другого главного, кто 70 причин беспокойства вызывает, знаете что? времени. Детей является 70 % причин беспокойства. 30 % еще, наверное, например, на кого жениться, на кого выйти замуж. У меня была дочка или мальчик первый в таком день, а остальное 70% это деньги. Поэтому нам надо учиться в доме. Нам Бог поставил человека бландыкой над материальным миром, а не материальный мир над человеком. Аминь, Бог первоначально поставил человека и сказал, да бланды, чувствуй нам, плавами морскими, над зверями, над птицами небесными, над зверями на земле и так далее. Это Бог имеет в виду не только зверями, Бог имеет в виду материальный мир в том числе, это деньги. Бог хочет, чтобы человек управлял деньгами, а не деньги управляли человеком. Аминь. Бог хочет, чтобы деньги были рабами человека. Деньги могут быть хорошим, хорошим, сухой, но очень плохим боссом. Поэтому нам следует обязательно учиться в вере и в веру подоблять власть в деньги. В веру надо учиться предоставить вопрос хлеба. Иначе у нас всегда будет беспокойство. Иначе у нас всегда и беспокойство будет причиной многих заболеваний. А потом все деньги, которые мы зарабатываем и получаем идут на увеличение этих же болезней. Говорят, что очень большой бюджет в бюджете семьи, очень большая статья расходов это лекарство. Аминь. 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 Так или нет? Особенно у кого есть дети, у кого есть дети, и когда дети болеют. Боже мой, детские лекарства, они неоправданно дорогие. Правда, да? Неоправданно. Слава Богу, что у меня знакомый хороший брат, он берет 20 гривен за одно посещение. А многие платят по 100 по 200 гривен за одно посещение. Поэтому нам надо учиться преодолеть беспокойство. Аминь. Как нам избавиться от беспокойства? Мы знаем, что все люди в мире, верующие и неверующие, а беспокоенные. Ну, их атакует власть беспокойства и страха. По-любому, чем верующие и неверующие, его будет атаковать этот черный власть сатаны. Но у верующих людей, слава Богу, Дух Святой уже внутри нашего Духа. Аминь. Поэтому в наш Дух сатана уже не может атаковать. У детей Бога сатана может атаковать только душу. То есть в основном это мысли, на уровне мысли разума и эмоций. Поэтому сатана обычно будет насаждать в наш разум, в наш разум, в темные отрицательные мысли. И когда человек охваченный этими черными мыслями, отрицательными, он начинает воображать. Воображать. О, нет я никогда. О, а как я кушаю? О, мои дети как будут? О, завтра где мы будем? И потом уже он вызывает мужа по очень черной окраске. Потом он начинает выговаривать. Он начинает говорить через двери куста. Он исповедует эти отрицательные мысли. Или вернее веру в отрицательную реальность. Или еще раз веру в работу сатаны. И принцип, принцип веры срабатывает. То есть поверить на Бога. Поэтому мы потом обязательно должны изучать еще веры в куста. То есть нам нельзя исповеровать отрицательную веру. Или нельзя исповеровать выговорить плохие отрицательные мысли и слова. Потому что сатана так же работает. Аминь. Но мы пока учимся преодолеть страх и беспокойство на уровне мысли сейчас. На уровне разума. Аминь. Научиться потом еще смело приезжать и засыпать. Даже когда ты так же думаешь. Ты видишь, что это так же разума. Но не надо говорить. Не надо говорить. Вот ты видишь. Окей. Поэтому, как мы можем убить темные мысли в нашем разуме? Таким образом, Иисус показал нам волшебное лекарство на все случаи. Это как Иисус ответил сатане. Ибо так нам нужно. Только Словом Божьим. Аминь. Только Словом Божьим можно заменить отрицательные мысли. И только Слово Божие. И мы, власть, выгнать черные мысли из нашей головы. Аминь. Поэтому нам нужно быть наполнены Словом Божьим. Наши разумы, наши умы должны быть наполнены Словом Божьим. Поэтому Псалом номер один, Псалом Беет, говорит. Что он говорит? Что он нам советует? Блажен человек, который не ходит на советных частях, не стоит на пути грешных. И не сидит в собрании распродителей. Но в законе Господа Бога более Бог. И о законе Его Он послушает день и ночь. Вот о чем, чем должен быть занят наш ум и наш разум. Аминь. Есть. Давайте мы вместе прочитаем Иоанн Илья Арматея. Шестая глава. Стик с 25. Можно читать вместе с самого, да? Я один и один. Посему говорю вам, не заботясь для вашей души, что вам есть и что пить, не для тела вашего, а что отец, душа, не больше пищи и тела одежды. И о чем не нуждается? Она не села, не жена, не собирая, не жена, не сыграя, не жена. И отец ваш, не детский, и тарький. Вы гораздо лучше их. Да, и кто из вас заботится? Может прибавить к себе росту, хотя бы, хотя бы, однако. Я не знаю, что заботитесь. Посмотрите на их время, как они растут, и не трудятся, не берут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву мою будет, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, он не пачит вас в моем мире. Итак, не забудьте и не говорите, что вам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. А Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И ищите же прежде Соса Божия и правы Его, и это все приносится вам. И да, не забудьтеся завтрашним днем, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, доволен от каждого дня своей заботы. Аминь. Бог наш Отец, который любит нас, который даже не пожалел своего народного сына, нрався нас. Он знает наши нужды. Аминь. Он знает, в чем мы нуждаемся. Он знает, что мы имеем нужду во всем этом. Во всем этом, это что? Это, что нам есть. Что пить. Во что одеться. На ком жениться. За кого выйти замуж. Где работа. Какую работу. Где я буду жить. Какая у меня квартира будет. Бог обо всем этом знает. И Бог знает, что мы и мы нужду в этом. Не то, что Бог знает, в чем мы нуждаемся. Но Бог тоже знает, что мы нуждаемся в этом. Бог недалек от нас. От наших земных законов. Он не тот, который слишком святой, слишком далекий от нас. На троне небесном. Естественно, с Ассоем Небесном нету нужды. Но Бог спустился в человеческом теле, чтобы испытывать такие же земные заботы. Такие же страдания. Такие же заботы. Как мы. Для того, чтобы понять, в чем мы нуждаемся. Аминь. Поэтому Господь пришел на эту землю, чтобы принести его в Царство нам. Господь говорил, что Царство Божие не там, не будет, а уже здесь. Аминь. И где, вот внутри вас уже есть. Аминь. Царство Божие начинается от нашего Духа возрождения. И будет распространяться на все сферы нашей жизни. Аминь. Поэтому Господь Иисус хочет, чтобы мы уже осознали, что мы уже имеем Царство Божие уже внутри. И мы уже начали наслаждаться Божиим Царством прямо сейчас и здесь. Среди земных забот. Поэтому, как-то, мне очень нравится, когда Пастор Иоанн рассказал историю, или кто-то рассказал, что два художника нарисовали две картины на тему покоя. Один нарисовал картину, как-нибудь так, на Родовосе, да? Ну, смотри, вот такое красивое голубое небо, красивое озеро и солнце светит, цветы, цветы расцветут. И смотришь там, о-о-о, это Рад. Все смотрят и, да, это Папу. Другой художник нарисовал другую картину. Он нарисовал что? Он нарисовал черную, черная, темная ночь. И такие бушующие волны, которые разбиваются об скалы, волны суйцкого черной. И на вершине этой скалы есть место внутри, куда кто-то не может забраться. И там, в этой дырке, птичка весело падает. Иисус – наша скала. Поэтому в Иисусе, среди этого земного шторма, мы можем также быть птичкой в печи. Аминь. Мы можем быть в Иисусе. Мы можем птич. Аминь. Давайте, давайте поем нашего друга одного. Последний куплет, да? Как? Можно, да? Уже можно весело, да? Радостно петь. Ну что? Наш друг Иисус – это скала. И мы будем петь, как птичка петча. Иисус – это скала. Аминь. Аминь. Он пришел, чтобы дружить, чтобы быть маленьким другом и запусться обо мне. И хорошо, как мы можем наслаждаться Царством Божьим? Как мы уже можем прямо сейчас наслаждаться Царством Божьим? Евангелие Апатфея 6, глава 33 стих говорит нам очень простое условие, простой цепь. Начнем? Ищите же прежде Царство Божьим, Аминь. Очень просто. Ищите же прежде Царство Божьим. Ищите слово искать и меценкум цель. Цель жизни. Если ты что-то ищешь сейчас, вот эта вещь становится целью твоей жизни в данный момент. Правильно? Поэтому, если мы прежде ищем Царство Божье, Царство Божье, его правда, это наша цель. Цель нашей жизни. Тогда мы уже можем наслаждаться Божьим Царством прямо сейчас и здесь. На этой земле. Аминь. Поэтому нам надо всегда смотреть, пересматривать цель моей жизни сейчас. И мы очень, у человека есть такое свойство. Часто человек, это свойство у всех людей. У всех. Даже у людей. Отвлекаться. Отвлекать свое внимание. Мелочам. То есть, человек имеет тенденцию разрешить мелочам. Отвлекать свое внимание. Вы можете это заметить? Поэтому, наша цель жизни, она большая, огромная. Да, я десять лет назад отдал цель моей жизни Богу. Я пятьдесят лет назад отдал. Я неделю назад написал сухам и отдал уже. Все равно. Сегодня, сейчас, каждый день, мы должны пересматривать цель нашей жизни. Что-то я делаю. Это цель. Разве слава Бога, имени. Я живу сейчас на Истанском Божьем имени. Если мы исправляем, всегда исправляем цель нашей жизни, мы наслаждаемся Астанском Божьем и мы освобождены от власти, страха, и беспокойства. Аминь. Это, в принципе, очень просто. Но, просто поэтому трудно. Пусть, когда Бог даст нам силу и мудрость, чтобы мы смогли достичь этого. И первое послание Петра, 5 глава, 7 стих, Бог говорит так. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Филиппийцам, 4 глава стих, 6 стих говорит, не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всех, кто у вас облюдит, сердце ваше и помышление ваше в армии Иисусе. Иисус говорит, и так не заботясь о завтрашнем дне. Мы видим, что в Библии слово «не заботясь», и Бог заботится о нас повторяется много раз. Это для того, чтобы дать нам твердая духовенность о Божьем Боге. Аминь. И теперь взяла техники. Есть несколько приемов техники. Я хотел бы эту историю быстро прочитать вам. Первая техника – живите в отсеке сегодняшнего дня. Весной 1871 года молодой человек взял книгу и прочитал 17 слов, которые полностью изменили его будущее. 17 слов помогли ему стать самым знаменитым терапевтом своего времени. Он организовал всемирно известную школу медицины при университете Джонса Хопкинса. Он стал королевским профессором медицины в Оксфорде. Самое высокое звание, которое может быть присвоено ученому-медику в Британской империи. Его звали Сэр Уильям Острер. Вот 17 слов, которые помогли ему освободиться от беспокойства. Наша главная задача – не заглядывать в туман до будущего, а здесь, вот сейчас, в направлении, которое нам видно. Аминь. 42 года спустя, в тихий весенний вечер, когда был в университетском парке с Великим Ванной, Сэр Уильям Острер обратился к студентам Ерского университета. Он сказал, считается, что такой человек, как я, профессор четырех университетов и автор популярной книги, должен обладать мозгом особого качества Ирана. Но это не бедно. Он сказал, оказывается, и все мои люди знают, что я обладал самыми посредственными способностями. В чем же секрет его успеха? Он сказал, что достиг успеха, потому что стремился жить в отсеке сегодняшнего дня, непроницаемо отгороженным от остальных дней. Что он имел в виду? За несколько месяцев до своего выступления он плавал в океане. И на большом океанском лайнере капитан стоял на мостике и нажал на кнопку, и слышался шум механизмов. И отдельные отсеки корабля начинали герметически закрываться, чтобы в них не попала вода. Вы знаете этот принцип, да? Например, если вдруг где-то дырка закрывается и оставили все равно, ну, караван все равно на воде. И доктор Ослия сказал этим студентам, каждый из вас является гораздо более замечательным механизмом, чем гигантский лайнер. И выступить в жизнь вы направляетесь в большое длительное плавание. Я расстраиваю на том, что вы должны научиться контролировать данный главный механизм и защищать его от штормов, то есть вовремя изолировать его отдельные отсеки. Только тогда вы обеспечите безопасность своего путешествия. Обеспечьте, чтобы главный переборок и корабль находились в рабочем состоянии. Нажмите на кнопку и вы услышите, как на каждом этапе вашей жизни железные двери изолируют вас, от вас в прошлое, в вчерашние дни. Нажмите на другую кнопку и металлический занавес изолирует будущее, не родившиеся завтрашние дни. Тогда вы в полной безопасности на сегодняшний день. Изолируйте прошлое. Пусть мертвое прошлое хоронит свое мертвое лицо. Изолируйте вчерашние дни. Изолируйте завтрашние дни. Груз будущего, прибавленный к грузу прошлого, который вы взваливаете на себя в настоящем, заставляет спотыкаться на пути даже самых сильных. Изолируйте будущее так же герметически, как и прошлое. Будущее в настоящем. День спасения человека от всего дня. Безмысленная трата энергии, душевные страдания, нервные беспокойства неоступно следует по пятам человека, который беспокоится о будущем. Итак, закройте на руках все отсеки корабля, воспитывайте у себя привычку жить в отрезке времени, отделенном от прошлого и будущего герметическими переводами. Разве Уильям Оскер хотел сказать, что мы не должны пререгать никаких усилий для подготовки к завтрашнему дню? Нет, от неудея. Он лишь неустанно утверждал в этом наступлении, что лучший способ подготовиться к завтрашнему дню сконцентрировать свои силы и способности на наилучшем выполнении сегодняшних дел. Разница между правильным и неправильным образом мыслей состоит в следующем. Правильный образ мыслей основан на анализе причин и следствий, он ведет к логическому конструктивному планированию. Неправильный образ мыслей часто ведет к душевному напряжению и нервным срывам. Во время Второй мировой войны один человек по имени Тет Береминко усвоил последний урок. И этот человек довел себя до психической травмы в боевых условиях, и он рассказал свою историю. В апреле 1945 года я так много беспокоился, что меня породил мед, который врачи называют следистой болью. Это заболевание причиняло мне невыносимую боль, если бы война не кончилась. В то время я уверен, что окончательно боль поддоровал свое здоровье. И я был совершенно изможден. Моя работа заключалась в том, что я должен был помогать заполнять ученые карточки всех убитых в бою, пропавших без вести и госпитализированных. Мои обязанности также входило собрать личные вещи убитых и следить за тем, чтобы они были посланы и родителям, и ближайшим родственникам. Меня постоянно преследовал страх, что мы могли сделать серьезные ошибки. Я беспокоился о том, как я все это выдержу. Я был на грани безумия, я взглянул на свои руки, они напоминали руки скелета. Я пришел в ужас при мысли о том, что мне суждено вернуться домой инвалидом. Я был довезен до полного отчаяния и плакал от племенок. Я был настолько потрясен, что каждый раз, когда оставался один, слезы струились по моим счетам. В конце концов я оказался в госпитале. Один военный врач дал мне совет, который полностью превратил мою жизнь. После тщательного осмотра он сказал, что в основе моих заболеваний было расстройство психики. Он сказал, дед, я хочу, чтобы ты смотрел на свою жизнь, как на песочные часы. Ты знаешь, что тысячи песчинок находятся в верхней части песочных часов. Если они медленно и регулярно проходят через узкую перенучку посредине. Если ты или я сделаем так, чтобы через это отверстие в определенное время проходило больше, чем одна песчинка, то часы испортятся. Ты и я, все остальные люди похожи на эти песочные часы. Когда мы утром встаем, возникают сотни тех, которые мы должны выполнить в топе. Если мы не будем выполнять эти дела по одному в определенный промежуток времени, как одна песчина проходит через узкое отверстие, а будем стремиться сделать все сразу, мы подойдем свои физические или психические силы. Вы и я в настоящую секунду стоим на пересечении двух вечностей. Прошлого, которое виделось вечно. И будущего, которое пристремлено вперед до последнего момента конца света, когда Господь Иисус придет. И по всей вероятности мы не можем одновременно жить и в одном и в другой вечности. Мы можем даже одну маленькую секунду, мы не можем жить одновременно в прошлой вечности и в будущей вечности. Поэтому, пытаясь добиться, мы можем подорвать свое физическое здоровье и умственные силы. Поэтому, давайте мы довольствоваться, будем довольствоваться тем, чтобы жить в сегодняшнем мире. Аминь! В котором мы можем жить от настоящего момента до прихода ночи, до снов. Роберт Руи Стивенсен написал так. Каждый способен нести свою ночь, какой бы тяжелой она ни была, до прихода ночи. Любой из нас способен выполнять свою работу, даже самую крупную, в течение одного дня. Любой из нас может жить с нежностью, с нежностью, с терпением, с любовью к окружающим добродетельным другом законе Солнца. И именно в этом соответствует опытный смысл жизни. В самом деле, жизнь требует от нас только этого. Аминь! Если я думаю, что я должен быть нежным, я должен служить Агнесом, с любовью, терпеть его, любить его. В течение одного года, даже какой ни был тяжелый Агнес, я могу выдержать Агнес. И Господь Иисус фактически учит нас об этом. Живите с собой, с любовью, с внешностью. Не надо заботиться о том, что будет завтра. Завтра пусть будет заботиться. Довольно для каждого дня свои заботы. Поэтому Господь Иисус очень важно. И так, не заботясь о завтрашнем дне. Аминь! Второй прием техники. Каждый день это новая жизнь. Чуть-чуть терпите, наберите терпение. Тяжело или нет? Доброго учения. А? Доброго учения. Скучно? Каждый день это новая жизнь. Плачь. Плачь. Плачь или нет. Третья глава. Стих двадцать третий. Стих двадцать третий. Говорит так. Да. Вот. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обнагается каждое утро. Великая верность твоя. Каждый день обновляется милость Бога. И мы должны жить. Сегодняшним днем это новая жизнь. Это уже не вчера. Аминь! По-новому вот такая новая милость. Миссис Шин была довезена в отчаянии, даже находилась на грани самоубийства. До того, как она научилась жить от рассвета до заката. Она рассказывает историю своей жизни. В тридцать седьмом году я потеряла мужа. Я была глубоко опечалена. У меня почти не было средств для существования. Я написала письмо своему бывшему работодателю, и была вновь принята на работу. В прошлом я зарабатывала себе на жизнь в продаже книг сельским и городским школам. И за два года до этого я продал свой автомобиль, когда заболел мой муж. Однако мне удалось накрести достаточно денег, чтобы не в первый взнос приобрести в рассрочку поддержанный автомобиль. И я снова начал продавать книги. Я думал, что, отутившись, вновь на дороге смогу преодолеть депрессию. Но одной возить машину, если в одиночестве, оказалось свыше моих сил. В некоторых местах мне не удавалось достаточно заработать. Мне оказалось трудно платить даже взносы за автомобиль, хотя они и были небольшими. Весной 1938 года я работала в Белизи, Берсары, штат Миссури. Школы были бедными, дороги плохими. Я была так одиноко и разочарована в жизни, что одно время даже думала о самоубийстве. Мне казалось, что добиться успеха невозможно. Жизнь потеряла для меня смысл. Я боялась всего на свете. Мне одеревали страхи, что я не смогу платить взносы за автомобиль, благую за комнату, что мне будет нечего есть. Я боялась заболеть, ведь у меня не было денег, чтобы заплатить врачу. Меня удерживали от самоубийства лишь в смысле о том, что моя сестра будет глубоко огорчена. И что у меня не было достаточно денег, чтобы оплатить расходы на похорону. Но однажды я прочитала статью, которая помогла мне преодолеть отчаяние и придала мне мужество, чтобы продолжать жизнь. Я благодарен автору статьи за одну фразу, которая вдохновила меня на борту с окружностями. Это фраза так. Для мудрого человека каждый день открывается новая жизнь. И я, я говорю, что мы читаем, мы слушаем духовный хрень. Там все идет. Не надо увидеть все дольёвки, там кто-то играет, быть великим человеком, вот эти особые люди, их пример. У нас здесь многое, 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 многое. Вот эти все примеры у нас ищут, у нас хватает. То, что у нас есть вот это, мы не думаем, не видим, это не так. То, что все это есть у нас. Не только у доктора, ни у кого. То что у нас есть? Ну, братья, какой-то братья. У нас все есть. У Давидович, он такой был неудачный, очень неудачный. Копейки не было, когда деда до встречи, да? А у нас есть Бог. Он живет только один день, да? Сегодня я живет. И он Бог на последний. Не надо обойти вот эти примеры изданика. У нас все есть. Поэтому для мудрого человека каждый день открывается новая жизнь. Вот, и она рассказала, мне удалось перезавить страх одиночества и страх нужды. Я счастлива в общем-то. И я избавилась от боязни и грущего. И теперь я знаю, что должна думать лишь о сегодняшнем мире. Что для мудрого человека каждый день открывается новая жизнь. Поэтому у нас есть такая песня. Как это? Аминь. Аминь. мы просыпаемся и третье 3 3 настоящее 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 время нам следует как будто сегодня последний день моей жизни не стоит откладывать на завтра то что могу делать сегодня а также не стоит беспокоиться о завтрашнем но уметь довольствоваться тем что сегодня есть это есть и секрет счастья 1 послание тиматор 16 2 стиль со 6 по 8 вот так написано давайте мы вместе прочитаем на чем великое мы не можем принести все люди все люди пришли в этот мир и мы будем на вине и уходят уже на мы ничего не можем принести этот мир и уходим мы тоже не можем уносить ничего поэтому и господь учит что и мы сегодня быть довольны амин уметь умение довольствоваться сегодняшний день это секрет счастья один писатель такой как странно мы проводим проводим тот маленький отрезок времени называемый нашей жизни ребенок маленький ребенок говорит когда же я стану юношей и когда он стал взрослым и наконец-то взрослым он говорит когда же я женюсь наконец он женится но этого мало что меняется он он начинает говорит когда я смогу уйти на печь а затем когда он достигает пенсионного возраста он облядывается на пройденный им жизненный путь и как бы холодный вечер и перед ним раскрывается здесь такая правда о том как много он упустил в жизни как все безобразно ушло ну и слишком поздно понимаем что смысл жизни заключается в самой жизни в ритме каждого ведерца каждого часа за 500 лет до нашей эры греческий философ гератли сказал своим ученикам что все меняется кроме закона изменений он сказал так если вы не можете войти дважды в одну и ту же реку что это значит река меняется каждую секунду и то же самое происходит с человеком который пошел в мир жизнь представляет собой непрерывную перемену единственной определенностью является сегодня зачем же портит красоту сегодняшнего дня попытками решить проблему будущего полно в бесконечных переменах неясности будущего который по-видимому никто не может предвидеть поэтому Господь Иисус 2000 лет назад сказал и так не забудьтесь о завтрашнем мире и четвертое правило будьте будьте заняты делом что маленькая история она поучительная один человек рассказал свою историю он сказал что в его доме произошла трагедия и не один а два раза первый раз он потерял пятилетнюю дочь которую любил он и его жена думали что не смогут вынести этот город но 10 месяцев спустя Бог дал им другую маленькую девочку и она опять умерла через пять дней этот двойной удар сокрушил его и он сказал что он сказал я не мог пережить его я не мог не спать не есть я никак не расслабиться мои нервы были полностью расшатаны и я потерял веру в жизнь наконец он обратился к врачам один из них назначили назначил ему снатварные другой врач рекомендовал ему путешествовать он пытался выполнить обе рекомендации но ничего не помогло он рассказывал у меня было ощущение словно моё тело зажато в тиске которые сжимались все крепче и крепче на него обрушилась горы но слава Богу у меня остался один ребенок четырехлетний сын и он помог мне решить мою проблему однажды в нем когда я одиноко сидел чувствуя бесконечную жаль себя сын обратился ко мне папа ты построишь мне лодку у меня не было настроения строить лодку в самом деле я ничего не мог делать но мой сын очень упрямый малыш я вынужден был сдаться сооружение игрушечной лодки заняло у меня три часа когда она была готова я понял что в первые за много месяцев обрел душевную спокойствие это открытие вывело меня из состояния ретаргии и заставило осмыслить ситуацию в первые за много месяцев я размышлял я понял что беспокойство преодолевается когда мы заняты зрительностью связанной с планированием и обумыванием и так строительство слои приглушило мое горе я решил всегда быть занятым этот человек потом стал заниматься очень многими делами и потом он сказал я так занят сейчас что у меня нет времени беспокоиться нет времени беспокоиться Бернашо Джордж Бернашо сказал так тайна наших несчастья в том что у нас слишком много времени свободного для того чтобы размышлять о том счастливы мы или нет поэтому самое дешевое лекарство на земле от беспокоиться это мы заняты делами и так салум номер один говорит нам «Ибо законе Господа Божий Бог и о законе Его он размышляет день и ночь когда наш ум наш разум всегда занят и размышлением над словом Бог нам некогда беспокоиться если мы будем заняты размышлять только о Божьем обещании о Божьей любви о Божьей милости о Божьей работе то нам нет времени думать о других беспокойствах если нас преодолевает беспокойство тогда нам надо идти к Анцам идти в общество и проповаривать на диване секрет очень прост верить слову Бога и думать о слове Бога день и ночь и отдать себя на дело служения быть занятыми всегда чем-нибудь разве славы Бога тогда мы будем счастливы и следовательно мы будем успешны и так не заботясь о завтрашнем мы благодарим Господь Иисус за то что ты даешь нам на проблемы как нам избавиться от беспокойства страха и от страха Господи ты учи нас чтобы мы были заняты делом полезным для славы Бога Господи и навсегда навсегда освободи нас от власти страха и беспокойства Господи имена Иисуса Христа я разрушаю власть беспокойства и страха над моей жизнью и над жизнью моих братьев сестер кровь Иисуса Христа освобождает нас спасибо � jet и ни ничего не с достаточно и до